У меня только один вопрос, почему удивительно, что питон так популярен, Константин? Ничего же удивительного в этом нет, это ведь прекрасный язык, динамический, простой, легко изучить, но трудно стать в нем мастером. На этой теме мы продолжим наш рассказ, поговорим не столько про сам питон, сколько про то, что делать после того, как программа на питоне уже была написана. Немного истории, вспомним, каким был интернет раньше, какой интернет сейчас, каким интернет будет в будущем. В начале, как многие помнят, был в Web 1.0, когда были статические картинки, были куча всяких гифок, появлялось развитие какого-то динамика HTML, это определение, которое кануло в лето, но тем не менее оно было довольно-таки распространено лет 7 назад. Соответственно, тогда появились первые какие-то, первые бэкэнт-языки парамирования, появился PHP, какой-то LAMP-стэк. Как можете видеть, смотрелось все не очень модно, тем не менее, это фотка с сайта, который до сих пор живет, просто ребята не очень хотят переделывать свой сайт и менять что-то. На смену Web 1 пришел Web 2.0, про него очень много говорили, это были какие-то single-page application, когда они нужны, когда они не нужны, но вообще про single-page application можно много говорить, наверное, это не является сегодняшней темой, но раньше single-page пихали просто куда только можно, куда только нельзя, как и AJAX. Тогда стали появляться какие-то фреймворки, тогда появился Python, тогда появился Django, и соответственно, отсюда это все у нас и началось. Рассмотрим в современный мир, какие же на данный момент требования могут предъявляться к веб-сайтам. То есть технологии бэк-энда у нас достаточно развиты, технология фронт-энда достаточно развита. Что еще хотелось бы? А хотелось бы следующее. Такие вещи, как high availability сайты, high load, различные микросервисы, serverless архитектура сейчас стала довольно-таки популярная, ну и довольно-таки хайповая, и, конечно же, continuous integration, continuous delivery и continuous deployment. Ну, давайте рассмотрим все по порядку. Соответственно, вот вы написали Python-приложение какое-то на бэк-энде. Там, посмотрели с локального сервера, потыкали кнопочками, у вас все заработало. Что делать дальше? А дальше нужно сделать так, чтобы ваше веб-приложение стало доступно миру. Вот, какие есть способы. Вот, для этого вам нужен сервер. Раньше, когда были статические страницы, можно было просто там накидать там HTML на какой-нибудь там хостинг, на какой-нибудь на root.ru, и все у вас работало. А сейчас нужно поднимать отдельный сервер. Соответственно, из чего состоит стандартное приложение? То есть это какой-то application-сервер, на котором крутится ваш код, который принимает запросы, что-то делает, идет в базу данных, производит какие-то вычисления и отдает какой-то ответ. Соответственно, помимо этого, у вас могут быть какие-то различные таски, которые идут параллельно. Ну, то есть, например, заливает человек XML-файл, и вы хотите из XML-файла там сделать какую-то информацию, где-то его сохранить. Нет смысла его сохранять сразу синхронно и заставлять человека ждать. Вы просто запускаете определенный воркер, и он начинает выполнять эту операцию уже в асинхронном режиме. Соответственно, есть какие-то задачи, которые вы хотите гонять по крону, которые вы хотите гонять, например, 12 ночи, там, в час дня, совершать какие-то там статистические расчеты, какие-то метрики собирать и так далее. И все это живет в рамках одного сервиса. В общем-то, какие плюсы, да, просто понятно. Заходите там в PSSH, копируете код, рестартуете серверы, там, ставите их, естественно, если их еще нет. Может быть, запускаете какой-то build script, который автоматически делает GitPool, ну и смотрите логи. То есть, как понять, что у вас application работает плохо, да? Заходите на сервер, там, смотрите, сколько осталось памяти, сколько осталось у вас свободного места на диске, смотрите какие-то файлики, там, syslog, смотрите tail, лесом, grep. Да, все прекрасно, все просто. Так, соответственно, в чем минус? Эта система не очень надежна. Почему эта система ненадежна? Ну, потому что, если у вас отказала база данных, вам нужно идти на сервер, на PSSH, смотреть логи с базой, что случилось не то, поднимать базу, рестартовать сервисы, неудобно. Если вашим сайтом пользуется много людей, соответственно, в этот момент они бессильны. Они просто заходят на сайт, в лучшем случае выдается какая-то вразумительная страничка, извините, у нас тут сервис недоступен, а в худшем случае он видит там 500-ю ошибку некрасивую. И расстраивается. Расстраивать своих клиентов плохо, это все знают, поэтому не стоит так делать. Соответственно, если отвалился весь инстанс, то не работает ничего, как туда зайти непонятно, звонить в техподдержку, там, человека, который предоставляет вам сервис, и так далее. Не очень удобно, еще больше времени, которое сайт остается недоступным. Сайт один раз недоступен, пользователи простят. Сайт недоступен три раза подряд, пользователи уйдут к вашему конкуренту. Это плохо. Как повысить надежность вашего сайта? Безусловно, High Vability подразумевает под собой тот самый максимальный аптайм. Количество времени, процент времени от всего сервинга, который ваш сайт становится доступен для пользователей. Соответственно, что для этого нужно? Для этого должны быть дублированы все компоненты. Может быть, 2 ноды, может быть, 3 ноды. Зависит от данного конкретного случая. И, соответственно, как мы можем переделать то наше маленькое приложение на то, чтобы оно работало в High Vability? Первое, что нам надо сделать, это сделать две базы данных. Они должны быть отдельно. Они не могут находиться на том же сервере, на каком находится приложение, потому что упал тот сервер, упало все вместе. Соответственно, база данных находится на отдельном сервере и базы данных должно быть две. Одна база данных является мастером, другая база данных реплицирует ее. То есть все данные, которые меняются в мастере, спустя какой-то небольшой latency, попадают в реплику. Что это значит? Если у нас упадет первая база, это значит, что запустив процедуру файловера, мы сможем взять и перенаправить все запросы к этой базе на эту базу. Поднимаем эту базу, меняем эту мастер, эту реплику и все. Как бы юзер не заметил подвоха. У нас эта база упала, может быть, один раз у него страничка не загрузилась, второй раз страничку загружают, у него уже прекрасно все работает со второй базы. Это первый момент. Второй момент. Сам application тоже надо бы раскидать на несколько нодов и объединить их в load balancer. То есть это какое-то, например, Ranges приложение, которое в зависимости от того, к нему поступают запросы, он перенаправляет либо сюда, либо сюда. Соответственно, если одна нода у нас не работает, он идет на ту, которая работает. Эта нода поднимается, та падает, надеемся, что они так часто не падают, конечно. И, соответственно, он продолжает сервить с другой ноды. Для этого, понятное дело, базу мы вынесли, но для этого еще также нужно вынести и какое-то файловое хранилище, потому что мы уже так просто не можем хранить файлы на каждой ноде, потому что у нас их много. Мы, конечно, можем делать rsync, и так иногда делают, но это не очень удобно. Гораздо удобнее взять какой-нибудь storage сервис. Если это Amazon, если слышали, есть S3. S3 вполне себе подходит для хранения файлов, и они общедоступны. Ну и, соответственно, выносим различные брокеры, которые используются, различные очереди, различное все. То есть все, что у нас служит для синхронизации систем, у нас должно быть унесено отдельно. High availability и high load. Технически понятия довольно-таки схожие, но они отличаются следующим. High availability нам нужно для того, чтобы система у нас работала без проблем. Соответственно, high load нужна система для тогда, когда у нас система не справляется с потоком, не справляется с нагрузкой. То есть, например, слишком много запросов в секунду, или, например, запросов не так уж много, но при этом у нас, например, воркер, который обрабатывает задачи, он может быть написан медленно, может быть такова его природа работы, что он работает медленно. Он является bottleneck. Нужно определить эти места, чтобы не плодить сервисы, чтобы не плодить излишние сущности. Мы смотрим, что у нас может быть медленно, что у нас может быть немедленно. Если мы расширим предыдущий вариант, мы можем понять, что у нас воркеры с веб-сервером хранятся на одном сервере. Это может быть не очень хорошо. То есть у нас один и тот же сервер обрабатывает запросы пользователей и обрабатывает какие-то бэкграунд задачи. Это значит то, что мы можем их вынести также. Вот здесь вы можете видеть, что воркер выносится на один сервер, и, соответственно, этих воркеров можно тоже создать несколько. Система не сильно усложнилась. То есть также у нас есть storage, также у нас есть реплики-баз, ноды. Просто мы создаем новый нод, куда мы выносим наши воркеры. Следующая проблема — скейла. Мы вынесли. А что дальше? Допустим, система начала тормозить. Что мы можем сделать? Ну, мы можем закинуть туда еще нод. Сколько угодно. То есть можем определить, что, например, у нас воркеры начинают работать медленно. Это значит то, что нужно увеличить количество воркеров, воркеров. Соответственно, как можно увеличить количество воркеров? Ну, первый — это простой способ — мануально. Берем, мануально увеличиваем, добавляем новый сервер. Работает лучше. Работать стало, как-то пользователей стало меньше, удаляем воркеров. Вполне себе кейс. Однако существует такое понятие, как автоскейлинг. То есть когда мы в зависимости от того, что у нас слишком много запросов, или на каком-то сервере слишком большой CPU, или на каком-то сервере слишком мало памяти осталось оперативной, мы можем автоматически добавить нод. То есть различные клауд-провайдеры это все предоставляют, многие предоставляют это из коробки. Соответственно, у нас есть образ данной виртуальной машины, который может автоматически увеличиться. То есть, соответственно, когда мы создали систему с двумя нодами, мы автоматически можем создать систему со многими нодами. То есть это, в общем-то, главный принцип хорошо построенной архитектуры, которая может легко расширяться. Соответственно, да, можно писать собственные ветрики, то есть не только по CPU RAM, можно писать, например, очередь задачи, или в какое-то время суток, когда много пользователей, и вы знаете, что у вас много пользователей, вы просто добавляете дополнительные ноды заранее. Соответственно, чтобы и дальше увеличивать производительность системы, можно использовать реплицированную базу данных, читать не только с основной, но и с реплики, читать какие-то read-only данные, и, безусловно, добавить кэш. Существует несколько систем кэша, есть memcash, есть redis, которые вы можете использовать для того, чтобы уменьшить количество запросов к базе, уменьшить количество запросов к каким-то сторонним сервисам. Вот, микросервисы. Что же такое микросервисы? Ну, микросервисы – такая популярная вещь, как только появилось такое понятие, сразу все начали его подхватывать, и все стали переводить свой монолитный код на большое количество различных микросервисов. Соответственно, микросервисы – это когда у нас есть одно большое приложение, которое мы можем разделить на несколько частей, вот, по той логике, которую они выполняют. Мы их можем разделить, и после этого они должны как-то друг с другом взаимодействовать. Взаимодействовать они могут с помощью базы данных, могут взаимодействовать с помощью каких-то URL-запросов, могут взаимодействовать с помощью различных очередей и прочего. Соответственно, для чего это надо? Ну, во-первых, мы можем распределять нагрузку. То есть, например, если у нас сервис для веб-морды приложения, значит, мы можем там в две ноды его сервить. Если воркер слишком требовательный к ресурсам, мы можем воркеру запустить четыре ноды. То есть мы можем это контролировать. А если у нас есть административный интерфейс, то мы его можем гонять просто на одном сервере, потому что нам не сильно волнует, насколько он высокозагруженный и насколько он доступен. Соответственно, рефакторинг. Если у нас один сервис, например, требует изменений, требует того, чтобы его переписали, у него есть какие-то ошибки или просто он устарел, мы можем его взять, переписать, и другие микросервисы это не почувствуют. Если вы написали монолитное приложение, рефакторинг, так просто уже не сделать. Нужно будет проводить опять тестирование, опять полную регрессию и, соответственно, тратить много времени и сил. Соответственно, вы можете выбрать различные технологии при этом. То есть один сервис у вас может быть написан, например, на Ява, например, сам фронтенд. А если воркер требует каких-то статистических вычислений, вы берете питон. Почему питон? Потому что в плане статистических вычислений, в плане дата-сайенс, питону практически особо нет равных. Есть огромное количество хороших библиотек, он достаточно понятен, прост. Ну и, собственно говоря, многие дата-сайентисты как раз знают хорошо питон. И можно взять, например, дата-сайентистов, которые хороши в науке, но у них есть некоторый недостаток, именно технические знания с точки зрения культуры парамер. У них можно посмотреть на этот микросервис, пусть на него пишут, ну и забыть про это. Микросервис изолирован, на ваш прекрасный код никто не позарится, и вся эта система будет работать. Соответственно, если мы начинаем все с питона, потому что питон — это быстро, начать написать какой-то простой серверочек на питоне занимает буквально 5 минут, мы все пишем на питоне, потом, когда какие-то критические возникают моменты, когда мы понимаем, что питона тут не хватает, хотя питона, мы все знаем, безусловно, хватает всегда, но мы можем взять и переписать на чем-нибудь там, который чуть-чуть побыстрее, на go, можем это переписать, потому что хотим увеличить производительность, или можем переписать просто потому, что модно. Вот как бы резюме само себя не напишет, и поэтому, чтобы было чем больше пунктов в резюме, которые вы знаете, вы в парне можете переписать микросервис на этом языке, просто для того, чтобы добавить новый пункт. Вот, соответственно, схема такая же, float-balancer, несколько нот, ну и которые общаются между собой с помощью определенных вещей. Вот, соответственно, появляется следующая проблема. Когда у нас один сервер, мы можем на него зайти, посмотреть его логи. Что делать, когда у нас там два сервера, ну, в принципе, то же самое, ну, пять серверов я тоже руками смотрел, в принципе, проблем никаких нет. Ну, что делать, если их там 30, если их там 70? Мы уже не можем просто так взять и на каждый нот зайти и посмотреть логи, да, как-то проследить, что у него памяти хватает. Поэтому тут нужна какая-то централизированная система сбора, централизированная система сбора логов и, соответственно, метрик. Существует, в общем-то, ну, несколько решений, но самый распространенный паттерн, когда на каком-то, на какой-то ноде, где есть application, worker и прочее, мы устанавливаем несколько watchers, которые watch'ат логи, которые watch'ат какие-то системные параметры, память, CPU и прочее, и скармливают его какому-то централизированному сервису. То есть такие системы, как, например, Sentry, популярная в питоне, система для сбора error-логов, такие вещи, как log-sash, stack, ELK, когда у нас есть специальный демон, который скармливает все лог-файлы в log-sash, а он уже хранит их в lactic search. И, соответственно, когда у вас эта система заработала, вы можете, например, зайти на веб-интерфейс и если вы правильно пишете логи, если вы правильно их тегаете, и вы используете правильный формат, вы можете посмотреть, например, каков перформанс определенного запроса средний по нодам. И он вам эти данные все с нодов возьмет, сагрегирует и выведет в удобном для вас виде. Соответственно, чтобы мониторить метрики, опять же таки, если у вас, например, кончается диск на какой-то ноде, система метрик вам на этом скажет, пришлет имейл, напишет в слаг, ну и вы сразу будете знать, на какую ноду стоит обратить внимание, и что ее следует репейрить, добавить ей памяти, или как-то еще предпринимать какие-то меры. Соответственно, вопрос. Если у нас была одна нода, мы можем просто взять ее и, соответственно, перекопировать туда файлики, можем через SCP, FTP, ну что угодно. Перекопируем файлики, берем, и все у нас работает, все у нас запустилось. Но что делать, когда у нас много серверов? Соответственно, нужна какая-то автоматизация этого. Соответственно, автоматизация, есть несколько систем, есть такие системы, как Shift-Puppet, есть Ansible, ну здесь конкретно мне больше нравится Ansible, поэтому я его и вписал. Соответственно, что из себя представляет Ansible? Это группа YAML файлов, которые в декларативном виде объясняют, как правильно деплоить определенный сервис. Он говорит, что на этот сервис нужно установить то-то, то-то надо скопировать, то-то, то-то и надо запустить. Соответственно, он так работает. Плюс у него есть система конфигурации, которая позволяет менять сетап всех нот, какие есть, на какие деплоить, ну и какие-то конфи. Соответственно, пример из жизни. У нас был проект на Ansible, в котором было от 20 до 40 нот. В общем-то, такой разброс обуславливается тем, что там был автоматический скейлинг, то есть когда система проставила, было 20 серверов, когда система работала на полную мощность, было около 40 серверов. Ну и примерно режим работы скрипта был следующий. То есть мы создавали новую ноду в EC2, это был как раз амазоновский клауд. Мы ее устанавливали туда все, что нам нужно было установить. Мы загружали какие-то конфиги, создавали из этой виртуалки образ, и уже этот образ был прообразом всех других нот, который мог автоматически скейлиться в автоскейлинг-группе. Но какие минусы этого Ansible? Проект был очень большой у нас, там было очень много конфиг-файлов, было много строчек написано, и рано или поздно это стало немножко трудно поддерживать. Плюс не было какого-то единого артефакта, то есть Python-код это не Java-код, который в VAR может сархивироваться, а было много файликов, много конфигов, которые нужно было всем загружать. Собственно, наверное, хочется чего-нибудь, ну, какого-то артефакта, который можно взять за деплой. И так мы плавно переходим к контейнерам, и к докеру в частности. Что такое докер? Докер это, грубо говоря, система виртуализации, которая позволяет создавать контейнеры и управлять ими. Собственно говоря, контейнер что? Можно воспринимать контейнер как такую маленькую виртуальную машину, в которой есть там рантайм, определенный линукс, у него есть там система библиотеки, и все, что вы туда установите, код. И этот контейнер изолирован друг от друга. Соответственно, на одной машине мы можем установить, например, контейнер CentOS Python 2, можем установить контейнер на Alpine Linux Python 3, и они будут работать вместе, и они не будут друг другу мешать. Соответственно, конфигурируются они все через environment, ну и, соответственно, многими провайдерами они поддерживаются. То есть здесь вы можете видеть примерный файл описания вот этого контейнера, то есть мы говорим, что взять Python версии 3 на Alpine Linux, установить гид, скопировать исходники, установить нужные requirement, ну и запустить какую-то программу. Все. После того, как мы соберем этот образ, мы получим один файлик имиджа, который мы можем куда-то деплоить. И нам не нужно думать о какой-то дополнительной конфигурации, о копировании файлов и прочем. Все. У нас все есть. И нам не нужно думать о провижинге и установке каких-то библиотек, которые нам нужны. Соответственно, программа, соответственно, те ребята, которые это все разрабатывают, если им нужен какой-то компонент, они не будут бежать к DevOps и говорить, ребята, поменяйте наш скрипт, они могут сами в докере его взять и доустановить. Соответственно, зачем нужно создавать вообще этот имидж? Для того, чтобы делать какую-то автоматизацию. Соответственно, есть три понятия в разработке. Вот такие. Это continuous integration, когда мы делаем мерж нашего вновь написанного кода в ветку, у нас автоматически запускаются тесты, проверяются, что все работает хорошо, что ничего на первый взгляд не сломалось. Идет билд. И помимо этого билда, докер имиджа идет, соответственно, деплой на какие-то тестовые сервера для проверки. Вот. Continuous delivery – это когда мы можем нажать одну кнопку, и у нас идет деплой автоматически. Нам не надо сидеть над ним и ждать, выполнять кучу команд. И continuous deployment – это когда мы сразу сделали мерж, прошли тесты, ну и сразу у нас это все задеплоилось. То есть, как это делается? Значит, давайте, да, расскажем про клауд прежде, прежде чем перейдем к примеру. Значит, у нас существует несколько основных клауд провайдеров. Вот. Если слышали, это Amazon, это Google Cloud и это Azure. Вот. Это три основных игрока на рынке клауда. Соответственно, что они предоставляют? Есть два понятия. Называется infrastructure as a service. То есть, это самое простое. Они предоставляют виртуальные машины, которые можно создать, они присылают в сеть, делают какие-то бэкапы, ну и следят за тем, чтобы эти виртуальные машины именно работали. То есть, не код на них, а сами виртуальные машины. То есть, примеры – это вот на Амазоне создаете контейнер, там в Google Cloud создаете какую-то виртуалку, ну или там любой провайдер, можете назвать, какой вам нравится, который создает виртуальные машины. Это является infrastructure as a service. Другая вещь – это платформа as a service. То есть, когда у вас есть какой-то код, и вы хотите просто, чтобы он работал. Вот. Вы не хотите заниматься там настройкой, там, деплоем и прочим. Вы просто скармливаете свой код, и он у вас автоматически разворачивается и, собственно говоря, становится вам доступен по какому-то урлу. То есть, примеры – это Google App Engine, это Heroku, OVS есть свое. Ну, Google App Engine раньше был очень такой обрезанный, но в последнее время Google App Engine, как и многие другие платформы as a service, поддерживает дипломент из Docker Imaging. То есть, к чему мы все это рассказывали. То есть, мы собрали Docker Image и сразу его скормили. И мы больше ни о чем не думаем. После того, как мы сказали Google App Engine, например, возьми этот контейнер, он его автоматически к себе забирает и начинает создавать несколько нод, создает для него high-wability, создает там виртуалки под него и работает. Просто работает. Вот. Соответственно, примеры жизни. Примерно похожее приложение, которое было на предыдущих слайдах, которое раскидано по много нодам. Если мы его используем из Google Cloud Platform, у нас все это выглядит очень лаконично и менее сложно. То есть, примеры жизни. Простое приложение, состоящее из двух частей. Это как раз веб-интерфейса и каких-то воркеров, которые выполняют там бэкграунд-таски, они ходят по рлам, скрепят какую-то нужную информацию. Это долгоиграющие таски, которые идут всегда в бэкграунде. И которым нужно очень много вычислительных средств. Соответственно, технологией была выбрана Python, потому что это быстро. В качестве веб-фреймворка был выбран Falcon. Для Python, я напомню, есть три таких основных фреймворка. Это Django, Flask и Falcon. Falcon из них такой самый простенький и самый быстренький. Ну и, соответственно, все было написано на Python. И для веб-фронтенда мы собрали Docker Image и подумали, что чем самим поддерживать инфраструктуру, гораздо проще его взять и задеплоить на Google App Engine. Соответственно, автоматически собрался Docker и применился на App Engine. Все стало работать. Для воркера был тот же Docker Image, но он использовал Kubernetes Engine. Kubernetes – это система, которая позволяет на нескольких нодах управлять Docker контейнерами. Соответственно, было в системе пять нод в кластере, и на этих пяти нодах работало десять инстансов. То есть, грубо говоря, сам процесс деплоя был в один клик, даже не в один клик, а в один мерш. Один мерш проходил, и сразу у нас пошел деплой на оба этих сервера, и, соответственно, сам деплой был элементарен. То есть, это было буквально четыре команды. Вот, соответственно, к чему это все? Прежде чем начать делать какую-то систему, прежде чем начать делать какую-то архитектуру, всегда нужно стартануть с анализа, собрать различные данные, что нам нужно сделать, как нам нужно это сделать, и как лучше нам нам лучше это сделать. То есть, правильный тул. Конечно, можно было этот веб-аппликейшн раскидать самому по серверам, поддерживать их, смотреть эти логи, мониторить, ну и в итоге сойти с ума, потому что вы там, например, один делаете свой стартап. Но с другой стороны, можно взять правильный тул. Пусть он стоит чуть-чуть дороже, но тем не менее он избавит вас от кучи головной боли. Всегда изучайте новое. То есть, технический кругозор нужно расширять. Всегда можно писать в 2018 году в Web 1.0. Ну, в принципе, никто вас не осудит. Но с другой стороны, ваш сайт будет несовременный и будет не очень хорошо выглядеть перед вашими конкурентами. Ну и последнее нужно улучшать. Фраза, ну, как бы, зачем трогать то, что и так работает, она не всегда здесь применима, потому что если вы оставили какой-то сервис, если вы его не улучшаете, то рано или поздно люди будут уходить, люди будут не знать, как он работает, и в итоге этот код превратится в Legacy. А как работать с Legacy кодом? Для этого написаны целые книжки, целые паттерны, но тем не менее лучше до этого всегда не доводить.